Обязательно оператор и режиссер дают нам очень много символов. Если сразу давать такой медиатекст, какой-то большой фильм, то дети эти подсказки не увидят. Если их отработать на карикатурах, то вот тогда они в фильме будут видеть вот эти подсказки. Но было бы неинтересно, если бы мы только вам что-то давали, а попросили, чтобы вы создали какой-то продукт. Итак, что мы сегодня с вами делали? Мы с вами определяли факты, отличали их от суждений и от суждений, мы с вами поработали с фотографиями, мы с вами прочитали газеты и определили нейтральные, позитивные и негативные суждения. И поэтому мы сейчас вам предложим получать конверт с фотографиями, по которым вам нужно составить некий фоторепортаж. На конвертах с фотографиями, значит, вот у вас это нейтральный будет фоторепортаж, это будет позитивный фоторепортаж, а это будет негативный фоторепортаж. Я сейчас перемешаю конкретики, представители будут вытащить тот фоторепортаж, который вы будете делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И попробовали то, как можно легко манипулировать фактами. В данном случае фактами являются те фотографии, которые вы получили. А вот то, что с этими фотографиями нужно сделать, мы только что увидели. Верните за зиме детям, после Евро и дом, где мы все улыбаемся. В презентации, которая вам останется, и вы увезете домой, я просто ее очень хорошо, быстро прокомментирую, вы найдете информацию, какие вопросы задавать к источнице. Вы найдете информацию такого метода, особенно это для учителей начальных классов, это метод называется чтение с карандашом в руках. Значит, мы добавим вам, у нас есть, это когда читается информация, и там ставятся померки. Плюс, это знакомая информация, минус, эта информация мне абсолютно не знакома. Вопрос, я знал это, да, но что-то я новое узнал об этой информации. И таким образом, маркируя текст, ученики начинают читать более внимательно этот текст. И вот помните, там было выражение «честных перед собой». Вот когда мы только начинаем, они везде ставят плюс. Такие герои. Все знают. Да, все знают. А потом, когда начинают задавать вопросы, и вот уже на втором, на третьем занятии, вот этих плюсиков становится значительно меньше, и появляется очень-очень много вопросов. Я хочу проверить эту информацию. Эта информация вызывает у меня некий сомнение. Ну, собственно говоря, я заканчиваю вот эту нашу с вами сессию, которая длилась час двадцать. Надеюсь, что вы не устали. Скажите, пожалуйста, что нового вы подчеркнули вот за эти час двадцать, час тридцать? Практические, которые нам не хватало на руку, когда есть, а практические, вот для практики. Да, еще один момент, как прессу, медиа можно использовать для получения знаний. Стоит для сравнивания, для анализа материалов, фактов, в зависимости от того, в каком источнике они туда идутся. То есть, всегда нет возможности детям дистанцироваться информацией, мыслей, психиатических, насилия по ним. Можно отрабатывать, наверное, критическую. Да, плюс очень сильно разрабатывать умение аргументации. Почему так? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!